Смотря какие законы, я очень толерантно отношусь к ориентации людей, если она не мешает никому жить. Если это касается, допустим, закона об усыновлении детей гей-парами, это невозможно. Пока в нашей стране невозможно, что у нас очень ортодоксальные взгляды на какие-то вещи, не только по религиозным соображениям, но и по ментальным, и исторически так сложилось. То есть они будут растерзаны, эти семьи просто растерзаны и непоняты. Хотя, возможно, будут самые благие намерения иметь. А сама по себе против гей-движений или их борьбы за какие-то свободы, однополых праков, я ничего не имею против абсолютно. Потому что есть замечательные и очень полезные члены общества и среди геев, и есть крайне бесполезные и нехорошие члены общества среди гетеросексуальных, как бы в общем-то нормальных, нормально ориентированных людей. Но семейные вопросы, как браки и тем более усыновление детей, я думаю, что мы немножко в этом смысле Азия, Россия-Азия, потому что у нас тяжело, у нас нет инфраструктур, которые нормально это все как-то перерабатывают и позволяют и детям, таким семьям жить нормально, так сказать, не в агрессивной атмосфере и в понимании как-то существовать. То есть мы ни Англия, ни Голландия, ни Америка, Сан-Франциско, штат Калифорния. Но ничего, так сказать, я немножко вообще поражена, когда я вижу обсуждение антигейских каких-то вещей тоже, потому что в стране такие проблемы экономические и внутриполитические. Но тем не менее, наверное, все-таки это нужно обсуждать, раз это как-то обсуждают. Вот я просто думаю, что мне жаль геев, вот если, так сказать, они молодцы, они пытаются завоевать себе какое-то, наверное, пространство, потому что они люди. Но есть же масса, если на Западе у них специальные клубы, специальные курорты, специальные какие-то вещи, есть где все для них, как нудистские пляжи там для нудистов. У нас, конечно, с этим пока очень вяло, поэтому наше общество их не принимает, которое, конечно, такое очень нетолерантное.